Всем привет, друзья! Меня зовут Оля Ермилова, я эксперт по управлению реальностью, украинка, которая сейчас временно находится в Италии и которая поставила перед собой задачу помочь как можно большему количеству людей поскорее справиться с теми сильными переживаниями, которые сегодня есть у каждого, кто проживает войну, с которой нам пришлось столкнуться в 2022 году и последствия которой наверняка еще аукнутся. И наша с вами задача посмотреть на это более глобально, посмотреть на это в контексте своей жизни, в контексте своего развития и, несмотря на весь ужас происходящего, заставить себя проснуться. Сегодня я бы хотела поговорить о том, как вытащить себя из кризисной точки, о том, как восстановить свое так называемое ресурсное состояние, потому что на самом деле мы сталкиваемся сейчас с качелями. С качелями многие люди не выходят из состояния кризисной точки на самом-то деле, многие люди остановили свои жизни и считают, что они когда-то продолжатся. Есть такие люди, которые в принципе поехали жить дальше. Я отношусь сюда к тем людям, которые ждут возвращения, но ждут не в пассиве, а ждут в активе. Что такое пассивное ожидание? Пассивное ожидание — это когда я ставлю на паузу все свои цели, все свои мечты, все свои планы и страдаю. Страдаю в ожидании. Наверное, какое-то время начальное, когда я уехала, я находилась примерно в таком состоянии. Думаю, что в таком состоянии находился каждый человек, потому что прожить происходящее современному человеку, разумному, с нормальной психикой — это непросто. Понимать, что разрушаются дома, понимать, что убиваются люди, разрываются на куски, ну, в общем-то, это достаточно тяжело осознать в принципе. И тем не менее, процесс затягивается, а жизнь продолжается. И наша, я свою задачу ставлю, безусловно, очень сильно ждать и делать все зависящее от себя, чтобы война закончилась. Но для этого нужно жить. Для этого нужно жить, потому что есть дети, потому что есть ты у себя и потому что ты проходишь некий опыт. И сегодня я хотела бы дать вам несколько своих личных рекомендаций, наблюдений, которые я вижу. Первое, что лично помогло очень сильно мне вначале — это фокус на своей работе, на своем деле. То есть такой себе визуальный канат, который является для меня важным. Когда ты каждый день просыпаешься и знаешь, что тебе нужно делать. Когда ты понимаешь, что ты кому-то нужен. Что, исходя из того, насколько крепко будешь чувствовать себя ты, будут чувствовать себя остальные. В предыдущем видео я говорила уже о том, что дело можно себе найти. И когда мозг не работает совсем, конечно, можно пойти, простите, убирать туалеты. Но я хочу вас предостеречь от одной интересной вещи. Многие люди продолжают или начинают работать, переезжая из своего города, занимаясь какой-то деятельностью. Но при этом говорят о том, что они полностью лишены ощущения ресурсности. То есть они делают что-то механическое. И с одной стороны, это абсолютно естественно, потому что, опять-таки, мы пережили серьезные моменты и продолжаем их переживать. Кризис наш внутренний никуда не девается. Но с другой стороны, вспомните, когда вы, например, просыпаетесь утром и знаете, что у вас сегодня будет вкусная ваша любимая еда. Вы пойдете на встречу с любимой подружкой или, возможно, вы сегодня проводите какой-то классный проект, делаете на работе то, что вам нравится. Вы в приподнятом состоянии, вы хотите сделать себе укладочку, вы проживаете это время с удовольствием. Но когда вы знаете, что вам нужно сдавать экзамен, что сегодня у вас что-то невкусное на завтрак, вы ничего не забыли купить, что у вас какая-то ссора, вы находитесь совершенно в другом состоянии. То есть, наше ожидание и состояние от того, что мы будем делать, сильно зависят друг от друга. То есть, когда мы знаем, что впереди что-то классное, что нас драйвит, настроение поднимается само по себе. Поэтому очень опасно сегодня найти для себя работу из страха, что никто не заплатит больше денег, и все, что я могу в чужой стране, например, это быть поломойкой, или сейчас в своей стране я не могу ничего делать, ни в чем реализовываться, или мой бизнес никому не нужен. Вот эти мысли, по сути, первое, вы всегда найдете подтверждение своим мыслям, это вы должны понимать, а второе, это вас разрушает, потому что вы в итоге ненавидите свою жизнь, и вы начинаете жить в этом состоянии ненависти, в этом состоянии апатии, в этом состоянии усталости. А скажите, как мы можем говорить про ресурсное состояние? И вот есть такие люди, которые говорят, Оль, но я сейчас не могу заниматься другой работой, потому что у меня нет на это силы и энергии. А у меня к вам вопрос, откуда у вас возьмутся силы и энергии, если вы занимаетесь тем, что вам не нравится постоянно? Если вы все время находитесь в состоянии апатии, откуда это придет? Ресурсность и кайф приходят от кайфа. Одно притягивает другое, я делаю то, что мне нравится, и мне становится хорошо. Я записала видео, я поработала с людьми, я провела консультации, запустила марафон, мне хорошо. А если бы я пошла сейчас мыть полы или посуду, то откуда же я приду тут и вся такая ресурсная, я буду вам что-то рассказывать? Все зависит друг от друга, поэтому ваша задача это осознать. И первое, что нужно вспомнить, это то, что я в чем-то талантлив, я хорош, я стою больше не по деньгам, а по своим возможностям, чем, например, просто мыть пол. Это страх мой говорит мне, иди мой пол, это моя бабушка, мать или свекровь мне сейчас такое говорит, что ты нигде никому не нужна. Почему? Почему? Почему я никому нигде не нужна? Я прекрасно нужна. И прекрасно нужна. И уж лучше я пойду в другую страну и буду учить. Вот вспомните, мы всегда с вами, это я так к примеру, мы всегда с вами мечтали своему ребенку, так многие, взять гувернантку, которая бы говорила только на английском языке, к примеру. Или на испанском, или на каком-то там. А может кто-то мечтает взять, чтобы на русском говорила. Ну это я к примеру. А вы очень любите детей, у вас был частный детский садик, а почему бы его тут не сделать? Помните о том, что ваше мышление осталось с вами. У вас могут забрать вашу работу, ваш бизнес, но ваши навыки, ваши умения и ваше мышление осталось с вами. Не позволяете себе из-за страха вдруг превращаться в этого червячка. Да, я точно знаю, что сейчас есть люди, которые смотрят мое видео и говорят, бля, это же про меня. Потому что мы, переживая стресс, уходим в это, мы забываем, нам кажется, мы сами себя обесцениваем. Поэтому первая возможность выхода из входа, скорее так, в ресурсное состояние, это перестать делать то, что вас выжигает. Вообще посмотрите на свою жизнь. Если вы сейчас чем-то недовольны очень сильно, посмотрите, а чем вы довольны и как вы это довольствие можете вырасти. Например, я довольна тем, что у меня есть крыша над головой, недовольна своей соседкой, к примеру. Окей, тогда я могу подумать, как было бы мне классно, было бы круто мне жить одной, супер, мне для этого надо заработать, отлично, а что я умею делать? И включите себя в этот процесс, потому что когда вы включаете в себя процесс война, проблема, беда, смерть, больше никогда, все, вы вылезти не можете. Вы сами себя загоняете в это нересурсное состояние. Еще раз, мы с вами встали на линию, и эта линия пока что нашей жизни непонятно, когда прервется. Я сейчас не про жизнь фактически, а про войну. Мы не знаем, когда вот эта история закончится, мы не можем поставить здесь точку. Мы можем поставить здесь точку, только приняв решение, что я никогда туда больше не вернусь, и тогда я отстраиваю жизнь где-то в другом месте. Если я жду возвращения своего, то точки нету, но мне важно жить сегодня. И мне нужно найти то, что будет меня сейчас не позволять мне тонуть. Тонуть просто. Смотрите все время новости, рассматривайте всех трупов, расчлененных людей, и еще лучше постоянно заедьте куда-нибудь в самую страшную точку и сидите там под бомбами. Это все, это саморазрушение и уничтожение. Я понимаю, поверьте, я прекрасно понимаю, как сложно говорить о том, о чем я говорю, как сложно в это прийти. Я знаю, но у меня жизненная моя миссия – помогать людям вылазить. Поэтому если я сама себя сейчас туда засуну и буду бесконечно позволять себе находиться в этих страданиях и истериках, ну я вообще лучше ничего не сделаю. Я еще и свою миссию закуплю нахрен. А она у меня такая. Поэтому для того, чтобы войти в ресурс, нужно подпитывать, найти то, что вас подпитывает. Очень классно в этом плане работают канатики. Канатики – это такие действия, которые вы делаете каждый день. И знаете, как, помните, когда на елку надеваются вот эти вот иголочки? Вот канатик – это и есть вот эта вот опора, опора, а туда уже в елочку втыкивается. Что такое опора может быть? Например, я начала заниматься спортом. Каждый день бегать и делать упражнения на пресс. Каждый день. Не понедельник, среда, пятница, не когда у меня хорошее настроение, а каждый день. Это помогает мне. Каждый день я знаю, что я уделяю внимание своему телу. Во-первых, это конкретное действие. Во-вторых, я чувствую себя хорошо. В-третьих, я начала лучше выглядеть. Согласитесь, работая. Дальше. Это может быть ваша работа. Например, если вы ее не нашли, задача ее найти. Задача – начать развивать бизнес, создавать. Если вы о чем-то мечтали, задача – войти к своей мечте. У вас сейчас лучшее время. Вот еще такой очень простой момент. Я запишу об этом отдельное видео. Если вы будете думать все время о том, что у вас не получится, о том, что это не для вас, о том, что в другой стране, в другом городе, сейчас, вот все, что вы будете думать, будет вашей правдой. Каково, представьте себе, стоит ваш ребенок, и ему нужно пробежать 100 метровку. А вы ему говорите, у тебя не получится. Ты 100 метров не пробежишь никогда. Ты сейчас упадешь. Ты разобьешь себе нос. Это не для тебя. Вот представьте себе, что вы увидели такую мать, вот я такая мать, например, и вы смотрите на меня со стороны. Вы что, мне подойдетесь, скажете, Оль, ты что, долбанутая? Ты зачем это говоришь ребенку? Вот это делаете вы. Ваше неверие и приводит вас к нулевому результату. Если бы вы говорили себе обратное и искали возможности для того, чтобы что-то реализовать и сделать, у вас бы все получалось. Так вот, мечта, план, бизнес, новая идея – это и есть ваш канат. Это то, что будет вас тратить. Изучение языка может быть канатом? Да, может быть. Может быть. Прогулка может быть канатом? Да, я каждый день должна прогуляться такое-то количество. Посмотреть видео Ермиловой может такое быть? Да. Конечно, я должна точно посмотреть, потому что она меня включает, например. Я должна точно посмотреть ее видео. Вот открыть любое на канале, посмотреть, и это обязательно. Это мой канат. Потому что лучше я посмотрю ее, чем вечером посмотрю какие-то новости и опять расстроюсь. И опять это меня приведет непонятно куда. Ищите эти канаты для себя. Обучение. Конечно, да. Приходите на мои марафоны. Я не зря начала сразу же в момент войны проводить марафоны, и много людей стало ко мне приходить. А знаете, кто стал прежде всего приходить? Те, кто уже у меня учились. Потому что они прекрасно знают, что я канат, что я включаю, что я драйвлю, что я даю какую-то такую силу и энергию, которая позволяет прожить легче. И поэтому стали приходить все, кто учился раньше. Приходите. Приходите на мои марафоны. Я все время в Инстаграме выкладываю все, что у меня идет сейчас, актуальное. Приходите. Это тоже канат работы над мышлением. Ваше мышление поможет вам либо преуспеть, либо наоборот. Не война, не люди. Вы сами за себя в ответе. Позаботьтесь о себе для того, чтобы затем помочь другим людям. Я буду благодарна вам за лайки, за комментарии, за активности, за любую поддержку, за репосты. Если вы знаете, что мой канал может помочь, и мои видео могут помочь вашим друзьям, делитесь. Помогайте. Это тоже будет ваша помощь. И работайте над собой. Все буду, Украина.